Ежедневно жители больших городов преодолевают расстояние для того, чтобы попасть на работу, учебу, ну или просто в целях весело провести время. Наиболее привычными средствами передвижения являются общественный транспорт и автомобили. Однако в последнее время наибольшую популярность приобретают более портативные и экологичные устройства. Одним из них является гироскутер. Гироскутер вызывает в человеке эмоции, которые он до этого не испытывал. Ощущения непередаваемые. Ощущения полета можно достичь разным путем, прыгнуть с парашюта, но вы никогда стоя на земле и встав на платформу, которая представляет всего-то на всю платформу, две педали, два колеса, никогда вы ни на чем другом не сможете испытать такие ощущения. Как альтернативный транспорт, если рассматривать его, вы можете с большим удовольствием добираться до дома, дышать свежим воздухом и получать удовольствие, уже приехав на работу в хорошем расположении духа. С другой стороны, на гироскутере вы можете передвигаться только летом, весной и осенью, в более-менее теплое время года, поскольку он достаточно капризный к температурным перепадам или же к влаге. К минусам можно также еще отнести, допустим, бордюры. То есть, если, допустим, на вашем пути есть бордюр, вам приходится сходить с платформы, брать в руки гироскутер и дальше переносить. Менее популярным, но все же альтернативным средством передвижения является самокат. Помимо Москвы и Питера, самокатное движение появилось и в Саратове, но пока здесь последователей не так много. В принципе, самокаты в большей массе, они ассоциируются, наверное, с детьми. Это вот эти такие маленькие пластиковые гремящие самокаты, которые подпрыгивают на каждой кочке, но на самом деле самокаты – это нечто большее. В сравнении с автомобилем это удобно. Ты не стоишь в пробках, ты ни от чего не зависишь. Ну, как с общественным транспортом то же самое. Тебе не нужно ждать автобуса, ты встал на самокат и поехал. В большей части, наверное, они все-таки распространены в Москве, в Питере. В регионах их практически нет. Как мне кажется, в первую очередь проблема в дорожном покрытии. Сложно кататься, если дорог нет. Сложно кататься, когда нет тротуаров. Про отдельные велодорожки и какие-то выделенные места для катания я, в принципе, молчу. В Саратове единственный нормальный асфальт есть на новой набережной, на котором кататься реально комфортно. Остальное – это больше мука, наверное. Прокатиться можно и на моноколесе. В отличие от велосипеда, оно намного маневреннее, но в то же время сложнее в управлении, особенно на неровных дорогах Саратова. Не прижились в нашем городе и велорикши, так называемые велотакси. Причудливое средство передвижения было вынуждено таксовать по пешеходным зонам из-за отсутствия взаимопонимания на дорогах. Впрочем, кому-то такие средства передвижения покажутся несерьезными. Пересмотреть взгляды помогут пробки, число которых резко возрастет после завершения строительства самой длинной пешеходной зоны Саратова. Юлия Нестеренко, Анатолий Милосердов, Открытый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатолий Милосердов